Утром, где? Ну ладно, вечером спою. Продолжение следует... 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 Господь Кришна сказал, «О царь, я расскажу тебе об Икадыше, который приходится на месяц июнь-июль. Название этого Икадыше – Йогини. Этот Икадыше сразу же уничтожает все тяжкие следствия греховных поступков и вызволяет человека из океана материального существования. О лучшие царей, теперь я расскажу тебе историю из Пуран, чтобы проиллюстрировать эту истину. Кувера, царь Аллакапуре, был великим преданным Господу Шиве. Он регулярно поклонялся Господу Шиве. У царя был садовник Якша по имени Хема. Жену Хемы звали Вишалакши. Красота Вишалакши не знала о себе равных, и Хема был очень к ней привязан. Он регулярно собирал цветы на озере Манаса-Саровара и отдавал их Кувере, владыке Якши, чтобы тот поклонялся имя Господу Шиве. Однажды он, как обычно, собрал цветы, но вместо того, чтобы отнести цветы Кувере, остался дома, связанную любовью к жене. О царь, в тот день Кувера остался без цветов. Он шесть часов тщетно прождал появление Хемы. Без цветов он не мог завершить поклонение Господу Шиве. Разгеванный царь немедленно послал к Хеме Гонца, желая знать, что послужило причиной их отсутствия. Спустя какое-то время Гонец вернулся и сказал царю, «О, владыка, Хема наслаждается обществом жены у себя дома». Когда Кувера услышал эти слова Гонца, то гнев его не знал границ. Он немедленно приказал своим слугам доставить Хему к нему. Осознав, что он совершил ошибку, Хема Мали почувствовал стыд и трепеща пристал перед Куверой. Вначале садовник почтительно ему поклонился. Проклятый Куверой Хема Мали тут же покинул Алакапуре и родился на земле. Его поразила белая проказа, и он испытывал ужасные страдания. В таком состоянии испытывал крайнюю ментальную агонию. Лишенный пищи и воды, он попал в какой-то густой страшный лес. В том лесу он страдал от голода и жажды. Днем он не испытывал никакого счастья, а ночью не мог уснуть. Он нестерпимо страдал как днем, так и ночью. Однако, поскольку он помогал в служении Господу Шиве, его память осталась цела. Хотя он и совершал всяческие грехи, он помнил свои прошлые поступки. Его сознание оставалось чистым и бдительным. После того, как долгое время Хема блуждал поле в лесу, он в конце концов, к счастью для себя, достиг Гималайских гор. Блуждая там, по воле проведения, он обрел великую удачу повстречать мудреца Маркандею, лучшего из аскетов, жившего на протяжении семи калиб. Хема Мали, чувствуя себя великим грешником, встал на некотором расстоянии от мудреца и предложил ему смиренные поклоны. Добросердечный мудрец Маркандея подозвал к себе прокаженного и спросил у него, «Как ты заболел этой ужасной болезнью? Какие грехи ты совершил, что оказался в таком жалком состоянии?» Хема Мали отвечал, «О, великий мудрец! Я садовник Кувера, царя Якши. Меня зовут Хема Мали. Я регулярно собирал цветы на озере Маноса Саровара и предлагал их своему владыке Кувере. Этими цветами Кувера поклонялся Господу Шиве». Далее Хема Мали изложил мудрецу всю историю о своих заключениях и заметил, «Но теперь я не знаю, почему эта несчастная душа внезапно обрела удачу встретить великую личность, подобную тебе. Я слышал, что сердца святых всегда сострадательны, и эти святые всегда заняты служением людям. «О, великий мудрец! Желая обрести благо, эта падшая душа вручает себя тебе. Пожалуйста, будь добр, спаси ее!» Великий мудрец Маркандея сострадательно ответил, «О, садовник! Я дам тебе наставление о самом благоприятном и благотворном обете. Ты должен соблюдать обеты Кадыша, известной как Йогини, приходящейся на период убывающей луны в месяце июня-июля. Благодаря заслуге соблюдения подобного обета ты непременно избавишься от проклятия проказа». Услышав эти наставления великого мудреца, Химамаля обрадовался и благодарно поклонился Маркандее. После этого он должным образом соблюдал священный обет и Кадыши, следуя указаниям мудреца, благодаря чему восстановил свой божественный облик. Затем он вернулся домой и воссоединился со своей супругой. Результат достижимый благодаря раздаче пищи 88 тысячам браминов достижим посредством соблюдения этого Йогини и Кадыши. Этот и Кадыш разрушает все следствия грехов и одаривает великим благочестием. Арея Кришна. Вот такая история. Очень много разных историй, повествующих о разных Икадыше. Мы должны понять, что все эти истории, они призывают нас, призывают нас следовать, как можно внимательное наставление, которое Господь дает в священных писаниях. Почему почти во всех Пуранах описывается, что полубоги поклоняются Шиве и максимум Вишну? Почему они не поклоняются Кришне? Ну, нужно понять, что полубоги, они относятся к обычным живым существам. То есть это джива-татва. То есть это души, которые имеют такую же природу, как и мы. То есть мы должны понять, к чему стремятся все живые существа от этого мира. То есть мы все стремимся к каким-то материальным удовольствиям этого мира. Соответственно, материальное удовольствие и материальное благоденствие обеспечивает Господь Шива. И поэтому они поклоняются Господу Шиве. Большинство людей поклоняются в этом мире Господу Шиве. Даже Господу Вишну не так поклоняются, как Господу Шиве. И почему? Потому что это желание, желание жить в этом материальном мире, желание жить обособленной жизнью, желание пытаться самому как-то в своем эгоистическом состоянии удовлетворять свои какие-то желания. И поэтому Господь, Он пристает в облике Шивы. То есть Он трансформируется для этого мира в виде Господа Шивы. Это тот же Вишну, но Он трансформирован именно для материального мира. И соответственно, что в этом мире происходит, тому и нужно оказывать поклонение. Потому что нужно понять, что мы живем здесь ради того, чтобы наслаждаться. И не ради чего. Но большинство живых существ живет ради того, чтобы каким-то образом здесь что-то добиться. Артха, Кама, Дхарма, Мокша. То есть четыре цели человеческого бытия. И все это связано с определенным поклонением. Нужно понять, что абсолютно все живые существы кому-то поклоняются. Просто в какой гуне они поклоняются? Полубоги, они находятся в гуне благости. И соответственно, они поклоняются Господу Шиве, который все поддерживает. Потому что Господь Шива, хотя Он и заведует гуны невежества, говорится, но Сам Он находится в чистом сознании. И Он как раз заведует всеми, абсолютно всеми делами этого мира. А Кришна, Кришна, это особая реальность. Потому что даже Вишну, если мы поклоняемся Вишну, Вишну может у нас все забрать. Шива Он дает, Вишну не всегда дает. А Кришна, это тот, кто, скорее всего, все заберет. То есть Кришна, Он совершенно независим. То есть Он ведет себя как Господь в своем подлинном смысле. Потому что если Вишну, Он связан каким-то, ну, скажем, долгом перед жителями этого мира. Какой-то договор у них существует, что вот Он поклоняется тебе так, и из-за этого мы должны как-то что-то получать, то Кришна, Он не связан этим чувством долгого. Он хочет ответить, хочет не ответить. Он совершенно свободен. Единственное, что Он не может не ответить, это на чистую любовь. Потому что когда душа начинает с искренней, бескорыстной любовью любить Господа, то это не может Господь это не может игнорировать. Потому что это чувство, которое выше самого Господа. Любовь, то есть это то, чему подчиняется сам Господь. Получается, что полубоги, они не Вайшнавы. Ну, смотря какие Вайшнавы, какие смотря какие полубоги, нужно понять, что даже есть посты, есть пост Господа Брама, есть пост Господа Индры, есть пост Ямараджа. Но в соответствии с личностью, которая занимает этот пост, полубог является Вайшнавом или не Вайшнавом. То есть, ну, нужно понять, или Вайшнав в большей степени, или в меньшей степени, или, там, скажем, богобоязненный Вайшнав. Да, то есть, ну, просто полубоги, они отличаются от демонов тем, что они, ну, верят в Бога. И они они могут любить Его, могут находиться с Ним в нейтральных взаимоотношениях, то есть, просто почитать Его из страха. То есть, в зависимости от Вселенной, в зависимости от того, где происходит событие. вот, но нужно понять, что все, все, все это происходит в рамках, в рамках этой материальной броманды, или другой материальной броманды какой-то. То есть, соответственно, в соответствии с ситуацией, в соответствии с нуждами какой-то определенной Вселенной на пост управляющих этой Вселенной ставятся различные личности, которые заведуют, это очень четкая иерархия чиновников. То есть, нужно понять, что чиновники, они бывают разные. Бывают честные чиновники, которые честно служат правительству. Бывают коррупционные чиновники, которые, ну, обманывают. Но, так или иначе, чиновники что характеризуется? Что они, ну, все-таки боятся правительства, правильно? А демоны, это категория отдельная. Они постоянно противостоят, противостоят власти Господа. Хотя и среди демонов встречаются преданные, как мы знаем из Писаний. Поэтому мы не можем, ну, так вот категорично сказать, что вот все зависит, мы всегда говорим, от личности. То есть, какая личность, какая есть Вселенная, в которых о Боге, о Господе Вишну даже ничего не слышали. То есть, есть Вселенная, где полный материализм процветает. Ну, даже если взять, ну, скажем, нашу страну, там было какое-то время, когда, ну, четко очень говорили, и четко люди верили в то, что Бога нет вообще. То есть, ну, это чисто атеистическая страна. И люди жили, рождались в этом сознании, умирали в этом сознании. Вот почему, почему мы можем сказать, что, ну, Господь как-то не милостивый какой-то к этим живым существам. На самом деле, нужно понять, что есть определенная категория живых существ, которые, ну, категорично завидуют Господу, категорично не хочет о нем ничего знать. И поэтому Господь дает философию атеизма для того, чтобы люди могли обосновать себе самим, что Бога нет, что Ему поклоняться необязательно. Вот есть Вселенная, где люди до какой-то степени верят, что Бог есть. Вот есть Вселенная, где люди полностью верят в Господа. То есть, все, ну, как вот различные тюрьмы, да, разного содержания. Где-то люди больше верят в Господа, менее преступные, соответственно, им какие-то там более мягкие условия даются. Если люди совсем рецидивисты, то есть, их сажают в какие-то такие жестокие условия, где там беспредел начальника колонии или начальника тюрьмы и все остальное к этому прилагающееся. Вот поэтому нужно понять, что в зависимости от нашей собственной преступности мы попадаем в те или иные области. То есть, есть индивидуальная карма, есть групповая карма, есть Вселенская карма. И, соответственно, с этим, ну, все это развивается. Мы можем это все отсудить, потому что то, что происходит с нами, это происходит и во всей Вселенной. То есть, это все отражение. И это не что-то там такое, прям, из ряда вон выходящее. Это обычное явление. Потому что нужно понять, что во время одного выдоха Господа Махавишну из-за его пор выходят миллиарды, мириады вселенных различных. И в каждой Вселенной свои какие-то определенные правила, предписания, какие-то определенные условия жизни, живут какие-то определенные живые существа, с определенным типом сознания. И то, что у нас, ну, считается, ну, скажем, правильными поступками, в другой Вселенной может быть считаться полностью грехом. Вот. То есть, все зависит от ситуации. Даже у нас, в разных странах, разные обычаи. То есть, если мы приемем в одну страну, ну, кстати же, мы живем в России там или где-то на Украине, да, мы ведем себя определенным образом. И нам кажется, что, ну, это нормальный стиль поведения. Но если мы приедем, скажем, в Индию, и особенно пойдем в Святую Дхаму, нас будут считать величайшими грешниками, то есть, оскорбителями. Я слышал, что полубоги мечтают родиться на земле, чтобы соприкоснуться с высшим духовным знанием, которое дается в эту эпоху. Ну, не то, что они хотят именно в эту эпоху не зайти или в какую-то другую, просто есть моменты временные, когда духовность, она проявляется. Нужно понять, что в аду, в аду там невозможно практиковать духовную жизнь, потому что, ну, очень человек сосредоточен на боли и на выживании, то есть, у него очень трудно вырваться из этого, ну, скажем, если взять наши условия, то есть, борьба за выживание поглощает все сознание живого существа. А в высших планетных системах, в райских планетных системах, там живые существа не настолько, ну, очарованы наслаждениями и всем, ну, когда у нас вот все хорошо, нам очень трудно думать о Боге. Мы настолько привязались к этим удобствам и думаем, что вот сейчас, если этих удобств не будет, то вообще мир пойдет крахом. но, когда периодически возникает мысль, когда вот все так комфортно, мы думаем, что вот было бы немножко поменьше комфорта, я бы занялся духовной жизнью. Это подобно этому, что боги, они на райских планетах, но нужно понять еще такой момент, что это план бытия, то есть, это не то, что какая-то где-то планета находится, это план сознания, то есть, божественной и демонической, все это разные уровни, и все это проявлено здесь, прямо на земле непосредственно, то есть, здесь мы можем увидеть и план богов, и план демонический, и план среднего класса, то есть, здесь все можно найти, поэтому мы очень часто говорим, что, ну вот, скажем, наши страны, вот, здесь, ну, славянские страны, да, они находятся в таком ракурсе, где находится золотая середина, да, здесь не так много наслаждений, как, скажем, в каких-то передовых странах, да, типа Швейцария, там, еще что-то, но в то же время здесь не так много наслаждений, не так много страданий, в принципе, можно как-то выжить, да, и поэтому здесь вот очень благоприятное место для духовной практики, и в то же время здесь не совсем, вот, совсем уж плохо, да, то есть, здесь еще пока не едят люди друг друга, вот, и все гармонично, поэтому нужно понять, что, что значит, говорится, полубоги мечтают родиться, ну, скажем, на земле, или в какое-то определенное время, ну, потому что, ну, можем поставить себя на место полубогов, скажем, ну, в каком смысле на место полубогов, ну, поставьте себя на место человека, живущего где-то в Швейцарии, кстати, в Швейцарии, по статистике, самый большой процент самоубийств, да, от чрезмерного достатка, люди живут в достатке, то есть, у них все хорошо, у них все слажено, вот, мы можем наблюдать, что, когда у людей все удается, да, почему, там, артисты, которые достигли пика славы, там, у них все вроде есть, деньги есть, богатство есть, поклонники есть, все их уважают, но они качают жизнь самоубийством, почему, потому что неудовлетворенность, и это как раз и есть вот это желание, желание, такое, оно может быть осознанное, может быть неосознанное, чтобы было немножко похуже, вот, и поэтому говорится, что земля, земля, это благоприятное место для рождения, для рождения, а в эту эпоху, почему, потому что практика простая, особо исследовать ничего не нужно, да, то есть, если мы просто попали бы сейчас, ну, скажем, даже в два пары югу, вот, там столько всяких правил, предписаний, связанных с поклонением божества, мы просто, ну, не выдержали, даже взять, ну, Харибахти Виласу, которая написана 500 лет назад, и почитать, по каким правилам нужно поклоняться божествам, как нужно относиться к поклонениям, мы поймем, что мы даже этого уже не способны совершать, и говорится, что со временем деградация, она будет продолжаться, но интересно, не помню, в какой-то книге, я читал там высказывание старца какого-то, он говорит, что люди деградируют, и от века в век деградация будет больше и больше, но говорит, интересно то, что через какое-то время люди будут делать гораздо меньше, но воздаянием будет такое же, почему, потому что именно их старание, их старание, направленное на постижение божественного, оно не будет равносильно старанию тех живых существ, на внешнем плане оно будет гораздо ущербнее, да, скажем, люди не могут рано вставать, люди не могут там читать определенное количество кругов святых имен, люди не могут петь определенное количество там службы стоять какое-то определенное время на службе, то есть люди много чего не могут, но почему? Люди слабеют, люди деградируют, но старание, с которым они действуют, оно приравнивается к тому старанию, которое делали живые существа в прошлой эпохе. Надо в Швейцарии открывать филиал в Швейцарии сразу в 8, что им было, куда идти в поисках высшей истины. Ну да, надо открыть просто проблему-то в том, что самое главное это желание, что возникло желание, пока желания нету, ничего не будет открываться, как только у кого-то появится желание идти в сторону, в этом проблема как раз высшего плана, что люди, ну живые существа, они привязаны к этому плану, довольство, то есть все хорошо, все удобно, все защищено, то есть страховки, все обустроено, и поэтому человек, он уже надеется только на это, он на Господа, он забывает постепенно о Господе, и поэтому может у какой-то разумной души возникнуть идея, идея, что возможно, если было бы что-то похуже, возможно, тогда бы все вот эти вот неверные мои шаги, бы они ушли, но это не всегда так, потому что комфорт, он очень сильно нас обуславливает, поэтому очень благая удача у нас, если мы имели негативный опыт бытия, имели после этого опыт соприкосновения с вайшнавами, с подлинной реальностью, и мы часто очень говорим, что величайшие испытания, это не то, что когда нас все отбирают, когда нас всего лишают, когда мы голодаем, и все, это на самом деле может быть даже проще человеку выдержать и проще в этом состоянии предаваться Господу, вот это ну такое испытание на уровне страха, вот, но гораздо страшнее испытание, это когда вот нам все дают, когда мы в довольстве живем, когда вот нас, у нас денег полно, у нас всего полно, удобные комнаты, удобные, там, свет никогда не отключают, у нас интернет совсем беспроводной и совсем безлимитный и совсем сколько хочешь качай там, то есть вот когда все это вот на нас наваливается, когда еды у нас за корма там набиты всем, как бы мы знаем, что и мы уже начинаем от жиру беситься, вот это очень тяжелое испытание на самом деле, как в этом состоянии это взять, затормозить свои чувства и продолжать предаваться Господу, вот мне вот в связи с этим очень Анан домой вдохновляет, что вот он поест один раз и потом пару дней не ест, почему, потому что он знает, что он будет есть, он не сможет туда служить, и он поставил себе в главную, в главу своей жизни это служение, первым делом служения, и он думает, как, я буду делать все для того, чтобы служить на алтаре, чтобы не пропускать свою садхану, чтобы не пропускать свое служение, и он делает в соответствии все с этим, то есть, приоритет, а если мы будем заботиться о желудке, то в конце концов мы уйдем из храма, мы не сможем служить, мы не сможем поклоняться, и все остальное, поэтому наше счастье, наша удача, что есть такие замечательные дни, как и кадыши, которые нас ставят на место, то есть, они говорят нам, вот сегодня нужно поститься, и мы, конечно, многие из нас пытаются каким-то образом заключить какие-то компромиссы с этим днем, устраивать перы в дни кадыша и все остальное, но мы должны понять, перы мы должны устраивать для Господа, а сами мы должны себя держать в узде, только в этом случае мы сможем нормально продолжать служить, если мы будем для себя перы устраивать, может быть, на первичном периоде, когда нам говорят, что мы должны проесть этот путь, когда мы только пришли на уровне перехода от мяса, алкоголя и всего остального в сторону Божественного, может быть, это и благоприятные такие перы любви, но если мы дальше идем серьезно по этому пути, мы понимаем, что это тоже на каком-то уровне является деградацией, Харикриши, дорогие преданные, я и Кадыши Врата, надеемся, что сегодня все сосредоточатся на этом дне, сосредоточатся на служении, сосредоточатся на воспевании, и так сказать, нужно понять, каждый день, каждый Кадыши мы должны паститься как пандов и Кадыши, тогда будет все хорошо, нужно понять, что это Бхима, Бхима из-за того, что у него особый огонь был в желудке, он таким образом договорился, но не все у нас Бхимы, не всех у нас такой большой огонь в желудке, что мы не можем перетерпеть совсем уже, вот поэтому я не то, что как бы приказываю всем на сухую паститься каждый Кадыш, я просто, ну, исходя из собственного опыта, желаю преданным, как бы, кто может это делать, потому что это очень будет благотворно влиять на их духовную жизнь, это очень, одно из самых, как мы часто повторяем, Матеря Тхарани, она, когда ее спросили, гипотетически, да, что, каким образом она достигла такой преданности Господу, она сказала две вещи, поклоняясь Тулусе, Деве, и соблюдая Кадыши, Махараса, вода допускается при полном пасте, ну, мы же говорим, что кто может без воды, может без воды паститься, кто может с водой, тот может с водой паститься, все зависит от индивидуальности, то есть, кто не может паститься, тот должен паститься санукалпой, у меня просто давняя привычка паститься, мне на суху легче паститься, потому что есть меньше хочется, хори харая нама Кришна ядавая намаха ядавая маджавая кисавая намаха Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 и джай 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 шимати бахти ваги туда вики джай 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 вишнапад вишваренем шилачей бахтидан тсвайм пробхопад ки джай вся слава всем преданным ки джай ши икада шеврата ки джай день памятания божественном хоняши юг тарама джай джай не тайго приманан де хриго хри кришна дорогие преданные на этом наше Утренняя программа закончена Джайши и Кадаши Врата Всем удачно продержаться Или наоборот Вдохновиться от служения В этот божественный день Вот, поэтому Все, встречаемся в обед Если ничего не предвиденного Харе Кришна, всем дандаваты